В ближайшие дни при Амуре накроет череда дождей. Ввиду их опасности Амур-Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Второй раз за неделю. По сообщению синоптиков, 7 и 8 августа в регион придут сильные ливни с грозами, способные вызвать подъем уровня рек. Прошлые капризы непогоды принесли в Серышевский округ больше 50 мм осадков, чем заслужили характеристику опасного природного явления. Также дожди затопили участки трасс в Мазановском районе и в Веденово-Февральск. Другие темы обсудим после анонса. Меня зовут Алена Лепкалова. Здравствуйте. Масштабные перспективы. Ход строительных и ремонтных работ социально важных объектов региона проинспектировал губернатор Василий Орлов. Синбады-инженеры, юные городские проектировщики и штурманы мини-судов устроили гонки по просторам паркового водоема. Щелчок и время замерло. Свидетели прошлого, запечатлявшие события минувших лет, поселились в доме Котельникова. Российским бойцам разрешат проходить реабилитацию вместе с женами. Инициативу поддержал президент страны Владимир Путин. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил подготовить все необходимые документы. Разрешить женам участников боевых действий отдыхать с ними в санаториях во время лечения предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она объяснила, что солдатам нужна не только физическая, но и психологическая поддержка. Также сенатор выразила уверенность, что в присутствии своих половинок бойцы будут лучше выполнять рекомендации врачей. Инициативу поддержал президент страны Владимир Путин. Глава Минобороны Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации. Действующим бойцам из войск при Амуре неравнодушные земляки в свою очередь оказывают всестороннюю поддержку, за которую регулярно получают видеоблагодарности от защитников. Одним из таких с городом 24 поделились представители регионального исполкома Народного фронта. Прицел доставили на запорожское направление СВО. Его особенность, чего нет у других, бесперебойная работа, которая качественно позволяет вступать в битву с противником. Также с его помощью получится сбивать беспилотники и другие цели. Наши защитники успели установить на пулемет и опробовать прицел на пристрелке. Данное устройство приобрели по заявке на средства регионального сбора «Все для победы». Поддержать земляков, защищающих родину в зоне спецоперации, может любой желающий. Сделать это можно, перейдя по ссылке, которую вы видите на экране. Губернатор Василий Орлов проинспектировал ремонт и строительство социально важных объектов в Благовещенске и Чигирях. Вместе с мэром Олегом Имамеевым они посетили историческое здание Амурского областного дома народного творчества и ледовую арену в Амгу. Позже глава региона побывал в Благовещенском округе на стройке самого крупного в области физкультурно-оздоровительного центра. О том, какие работы и аспекты поручил держать на контроле по итогам выезда, расскажем в сюжете. Пока музыка звучит лишь за пределами Дома народного творчества, внутри же раздаются голоса строительного оборудования и инвентаря. Сейчас на объекте трудятся около 50 специалистов, которые монтируют электропроводку, систему отопления, усиливают оконные проемы, восстанавливают лепнину и штукатурят фасад. В дальнейшем сейчас будем делать расшивку и будем, собственно, дальше производить рунитом восстановление. Все будет, так сказать, в стиле лофта. А вот он будет как? О, это мы сделали при ямке вот сейчас, это при ямке, чтобы вода оттуда не попадала полностью, по каждому окну мы выполнили при ямке. Окна будут здесь пластиковые стоять под старину. Ну, то есть вот в таком же размере? В таком же размере все верно. Масштабная реконструкция бывшего Дома офицеров российской армии идет в рамках президентского нацпроекта «Культура». Готовность – 70%. При этом работы ведут сразу в двух зданиях – 1901 и 1952 годов постройки. Изначально планировалось закончить преображение в конце нынешнего года. Но из-за выявленных скрытых дефектов и изменившихся строительных требований срок сдачи перенесли на 2025. Строителям пришлось дополнительно восстанавливать кирпичную кладку изнутри здания, усиливать колонны, стены подвала и фундамент. Панели пришли и армируем по бетонированию. Круглогодичная ледовая арена на территории АМГУ готова почти на четверть. Там строители залили фундаменты под оборудование, смонтировали металлоконструкции, приступили к монтажу стеновых панелей и крыши. В ближайшее время займутся сетями и ливневой канализацией. Доставлено в Благовещенск и ждет установки основное технологическое оборудование. Напомним, площадь здания нового катка составит 4300 квадратных метров. Там оборудуют ледовую площадку с трибуной для болельщиков на 300 посадочных мест, 6 раздевалок, судейскую, тренерский, кабинет врача и радиорубку. Из областного бюджета на эти цели направят около полумиллиарда рублей. Посетил глава Преамурия и стройку самого крупного физкультурно-оздоровительного центра области в Чигирях. Социально важный комплекс возводится в рамках нацпроекта «Демография». Готовность почти 30%. Сейчас ведется монтаж металлических конструкций, армирование и бетонирование плиты спортзала, уложены коммунальные сети, залита часть перекрытий первого этажа. Подрядчик приступает к благоустройству. На этой неделе начнется также монтаж сэндвич-панелей. В здании ФОЦА разместятся тренажерный и тренировочный, а также универсальные залы. В последнем установят трибуны, рассчитанные на 700 человек. Губернатор поручил властям Благовещенского округа и Благовещенска тщательно контролировать работы и стимулировать подрядчиков в наверстывании сроков работ. Особое внимание обратить на благоустройство готовых объектов. Екатерина Борисова, программа «Город». Очередной фасад начали ремонтировать в Благовещенске. Лицо подправляют в здание Института патологии и дыхания. Напомним, в порядок в Амурской столице приводят административные здания, вузы и студенческие общежития. Обновления ожидают учебные корпуса номер 2 Амурской ГМА и Амурского колледжа строительства и ЖКХ, общежития БГПУ, областная библиотека, государственная жилищная инспекция. Фасад общежития Политехнического колледжа готов на 75%. Кроме того, преображают и многоквартирные дома на Ленина, Калинина, Театральной, 50-летие октября, Горького. Над благоустройством Благовещенская администрация работает при содействии регионального правительства. Поддерживают проводимую работу и депутаты Городской думы. Так, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Артем Салварян отметил, что такое комплексное преображение продолжится в разных районах областного центра. Компания подростков, чтобы не платить за проезд, на ходу выскочила из автобуса в Благовещенске. На зайцев перевозчики пожаловались в мэрию, приложив видеодоказательства. На кадрах видно. Дети ведут себя вызывающе всю поездку. Виснут на поручнях, высовываются в окно, устраивают драки. Когда автобус подъезжает к остановке и вовсе нажимают кнопку экстренного открытия дверей и буквально на ходу выпрыгивают. Подобные ситуации, по словам водителя 12 маршрута, где случился инцидент, происходят регулярно. Как прокомментировали в городской администрации, в данном случае установить личности подростков помогли очевидцы. Информацию передали в полицию для дальнейших разбирательств. В целом же, такими действиями дети подвергают себя опасности травмироваться, подставляя тем самым водителя, который во время поездки несет ответственность за пассажиров. Чтобы избежать подобных случаев, перевозчики рассматривают вопрос о переходе на оплату проезда при входе в автобус. Парк Дружбы принял у себя другой транспорт. На один день стал настоящим морским портом. С берегов места отдыха опустили вход корабли, за штурвалом которых стояли городские школьники. Обследовали акваторию озера и устроили на ней настоящие гонки. О том, как не потопить свое творение и какой дальнейший курс держат судно, рассказали городскому корреспонденту. Местные водоемы бороздят самодельные суда юных властителей моделирования. Среди находчивых кораблестроителей 14-летний Михаил Терновский. Увлечение стало штурвалом на пути к новым открытиям три года назад. Корпус своей модели «Эко-мини» благовеченский школьник изготовил из карбона с помощью специального насоса и матрицы. Несмотря на довольно миниатюрный вид, изделие впечатляет большим набором важных внутренностей. Сервопривод – это для поворота руля. Подается сигнал на приемник. Мы его делаем в шарик для герметичности, чтобы в него не попала вода. И подается сигнал на него. Он уже дает сигнал на сервопривод, на регулятор. Регулятор хода нужен, чтобы регулировать напряжение. Ну и чтобы мотор не сгорел, аккумулятор был более живой. Ну и сам, естественно, мотор – это одна из самых важных частей, чтобы модель, соответственно, шла. Да. Моторы могут перемасываться для более быстрых оборотов, но чтобы они были быстрее. Его коллега по интересам Александр Норкин технику моделирования пока только осваивает. Посещает занятия второй месяц, что не помешало юному конструктору постичь азы управления водным мини-транспортом на уже заготовленных моделях. Есть сложности, как волны, ветер и течение. Когда ты настроился, все, едешь прямо. Прямо. Но из-за течения ты не можешь нормально, ну, как бы так сказать, сориентироваться. А я занимаюсь чуть больше одного месяца, и я видел, как утонуло два корабля. Крушение миниатюр плавучих действительно не редкость. К таким форс-мажорам судостроители привыкли. Заранее подготовленная лодка – спаситель затерявшихся кораблей. С затонувшими труднее. Приходится прибегать к помощи видеокамеры. Пять кораблей у меня потонуло из-за того, что мотор не работал, переворачивался, дыра происходила. И еще плюс, когда у меня корабль, это коммулятор садился сразу. И он из-за этого пошел к водному, потому что тяжесть еще. Учиться рассекать водную гладь корпусом самодельных кораблей городским школьникам на протяжении последних 38 лет помогает опытный наставник. Председатель Федерации судомодельного спорта Амурской области Александр Рак. Его сын Сергей, 25 лет, проводит для юных инженеров уроки по моделированию судов. В данный момент под их опытным крылом обучается 30 человек. Здесь дистанция упрощенная. Стоит дистанция 12 ворот, через которые мальчик за 7 минут должен пройти все ворота чисто. Это в копиях кораблях. На скоростных моделях там тоже треугольник, и за время 5 минут нужно пройти максимальное количество кругов. То есть на скорость. Преодолевать дистанции с учетом погодных условий и других нюансов этого вида спорта ученики кружка на базе 16-й школы тренировались для грядущих международных соревнований, на которых поборются против представителей других регионов России, Казахстана, Белоруссии, Китая. Турнир пройдет во Владивостоке с 15 по 22 августа. На него отправятся 8 благовещенских школьников. Амурские футболисты уже покорили международный турнир. Насобирали в приграничном Хэйхэ победы и призы российско-китайских соревнований. За границу отправилась тройка сборных благовещенского «Динамо» в возрастных группах 10, 12 и 14 лет. В средней и старшей участвовали три китайские и одна российская команда. В младшей две команды из КНР и самая юная «Динамо». В средней возрастной группе амурчане заняли второе место, выиграв один матч с разгромным счетом 23-0, но уступив в другом. В группе 14-летних футболистов наша команда также стала второй, выиграв один из матчей со счетом 6-2. Наибольшего успеха добились малыши, которые обыграли всех выходящих против них соперников. Всего забили 21 гол и пропустили только один мяч. Лучшими игроками по итогу очередного этапа турнира во всех группах также стали амурчане. В столицу Преамурия прибыли гости из прошлого и поселились в музей на выставочном доме Котельникова, где заворожили пришедших на них поглядеть посетителей не только своим внушительным видом, но и тянущимся шлейфом истории, приправленным удивительными фактами. Несколько самых интересных собрала для вас наша съемочная группа. В сюжете расскажем, кто собрал в одном месте путешественников во времени и что они умеют. Вот смотрите, вот тот фотоаппарат с красненькими вставочками, он является правнуком изобретенного Жак Ив Кусто фотоаппарата для своих подводных съемок. История такая, Ником выкупил у него первую модель и на базе нее создал уже 4 поколения, 5 поколений фотоаппаратов своих, очень котируются на сегодняшний день. Не только ошеломить публику раритетной фототехникой от начала 20 века до популярных моделей 2000-х годов, заставить посетителей заглянуть через объектив, то далекое время удалось фотографу Алексею Шалину. Мужчина серьезно посвятил себя коллекционированию в 2001 году. Тропу для увлечения проложил особенный подарок, который горожанин получил в детстве. Среди коллекций уникальный экземпляр, который изобрел Федор Токарев, прославившийся разработанным в 2019 году. В 1930 году самозарядным пистолетом ТТ. Фотоаппарат его исполнения не для любителя, предназначен для войсковой разведки. Тот смысл, что его вытаскиваешь над окопами, щелкаешь, завтра, послезавтра, смотришь, где кустик появился, если там кустик появился какой-то лишний, значит там пулеметное внизу или снайпер сидит. Самый дорогой гость из прошлого обошелся Алексею немного больше 2000 долларов. Всего же в его коллекции почти 40 предметов. При этом вся техника может использоваться в деле до сих пор. Факт маэстро подтвердил доказательством, усложнив его технически, стерев временные рамки. Создал снимок на советский фотоаппарат с объективом примерно 1980 года. В качестве модели пригласил свою знакомую. Это был незабываемый опыт. Объектив был огромных размеров и нужно было сидеть, как в начале века, 20-го, не шевелиться очень долгое время, потому что фокусное расстояние нужно было улавливать, оно там в доле миллиметров и результат был непредсказуемый. Было сделано очень-очень много дублей смазанных, потому что этот огромный объектив был навешан на современный фотоаппарат. И получилось, мне кажется, мне она очень нравится, эта фотография. Познакомиться с раритетной фототехникой горожане и гости Благовещенска смогут на выставке «Профото». Она встречает всех желающих в доме музея Котельникова и продлится до 27 октября. Живая картина предстала перед жителями Преамурия. На объездной дороге у села Святорусовка они обнаружили необычного вида птицу с перепонками на лапах. Пернатая обитательница Ромнинского района не испугалась, когда к ней подошли люди, спокойно позируя на камеру с близкого расстояния. С кадрами ознакомился благовещенский орнитолог, доцент кафедры биологии и охотоведения дальневосточного ГАО Антон Сасин. И сообщил, что это молодой баклан, по всей видимости, недавно вылетевший из гнезда. Поэтому так называемый подросток из-за неопытности выглядит напуганным и плохо летает. Амурчан ученый призвал не беспокоиться за птицу по возможности ее не тревожить, а дать влиться в новый этап жизни. Понаблюдать за жизненными процессами других планет получится прямо из библиотеки Машука. Недавно она обзавелась собственной обсерваторией и готова отправить гостей в астрономическое путешествие. 15 августа в рамках первого астротура благовещенцы смогут в масштабе понаблюдать за главным светилом нашей системы – Солнцем. Сделать несколько снимков и послушать интересные сведения от лица преподавателя астрономии БГПУ Владимира Юркова. 16 августа гостей приблизят к загадочной Луне. На события приглашаются участники от 10 лет и старше – семейные группы. Записаться получится по телефону, указанному на экране. Встречи станут частью проекта «Благовещенск. Ты космос», который разрабатывает библиотека Машука. Напомним, неделю назад читальна получила телескоп благодаря победе в конкурсе муниципальных грантов в сфере культуры и искусства. Благовещенская аллея фонтанов прибережет голос до субботы. На этой неделе она проходит техническое обслуживание, из-за которого ей придется помолчать. Комплекс переподключают к основной магистрали сетей электроснабжения. Также специалисты проведут проверку оборудования фонтана, техобслуживания и прочистку форсунок. В субботу, 10 августа, достопримечательность возобновит работу согласно расписанию. Днем в обычном режиме с 21 до 22.00 в концертном. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что остаетесь с городом 24. Всего доброго. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин